Дагестан Терроризм не имеет нации, профессий и религии. Об этом говорили на встрече Сергея Меликова с представителями Института гражданского общества. Подробности в выпуске. Упорная борьба до последней секунды. Шесть медалей высшей пробы завоевали дагестанские атлеты на международном турнире памяти Али-Алева. Начинаем выпуск с печальной статистики МВД Республики. Семь человек погибли, 64 получили ранения на дорогах Дагестана за прошедшую неделю. Наиболее резонансное ДТП с тяжкими последствиями происходит появление водителя, которые явно пренебрегают правилами дорожного движения. Это выезд на встречную полосу, игнорирование пешеходов и превышение скорости. Еще одна частая проблема – это использование за рулем телефонов. Всего за сутки было выявлено более 700 таких нарушителей. Сотрудники ФСБ обнаружили у жительницы Кизляра незаконно добытую рыбу особо ценных видов. Речь идет о 163 килограммах русского осетра и севрюги. Это породы, занесенные в Красную книгу России. За их вылов против дагестанки возбудили уголовное дело. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 5 миллионов рублей. Далее смотрите краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Дагестанский комплекс «Нохо» вошел в топ-10 таинственных пещер России. Штольни в горах были прорублены в 70-х годах прошлого века при строительстве арочной плотины Миатлинской ГЭС. Долгое время они были заброшены. Объект местные власти реконструировали в 1922 году. Проходы в пещерах расширили и соединили между собой подместным мостом на высоте 60 метров над рекой Сулак. Вокруг туробъекта расположены кафе и смотровые площадки. Для любителей экстремального отдыха есть зип-лайн, по которому можно спуститься с высоты 250 метров. В Дагестане почти 13% населения живут за чертой бедности, сообщает РИА Новости. Республика заняла 48-е место среди регионов России по уровню материального достатка. Наименее бедные субъекты – Ямало-Немецкий автономный округ, Чукотка, Магадан и Москва. А хуже всего дела обстоят в Ингушетии, где этот показатель составил почти 28%. Расторгнуть узы брака скоро станет дорогим удовольствием. Минфин предложил увеличить госпошлину за развод с 650 рублей до 5000. Изменения планируют внедрить с января следующего года. За первые 4 месяца 2024 года в России зарегистрировано более 213 тысяч разводов, что больше числа заключенных браков на 3000. И такая тенденция сохраняется ежегодно. Продажи туров в республике после терактов снизились на 5-10%. Российский Союз Туриндустрии опубликовал данные о том, как изменились показатели бронирования поездок в Дагестан и Крым после трагических событий в этих регионах. Но эксперты отмечают, что ситуация в нашей республике более устойчива. Обстановка на полуострове куда хуже. Там продажи туров упали почти на 30%. Дагестан против террора. Эта тема стала главной повесткой встречи главы республики Сергея Меликова представителями институтов гражданского общества. В мероприятии приняли участие лидеры трех мировых конфессий, представители органов власти и общественности региона. Подробнее в сюжете моих коллег. Недавние события в Дагестане в очередной раз подтвердили, что расслабляться еще рано. Спящие экстремистские террористические ячейки в любое время могут вылезти наружу и внести непоправимые последствия. С осуждением любых форм губительной идеологии выступил как глава региона, так и все лидеры трех мировых религий. Мы неоднократно говорили и понимаем, что мы должны быть бдительными, потому что провокации предостерегают нас на каждом шагу. Нужно понимать, какие цели преследуют враги, прикрываясь псевдорелигиозными лозунгами. Никогда попытки расколоть дагестанское общество не достигали своей цели. И мы с вами уверены в том, что я не достиг. В мероприятии, которое проходило в конференц-зале «Россия. Моя история» были представители практически всех институтов гражданского общества. Все лидеры религиозных конфессий отметили, что терроризм не имеет нации, профессии и религии. Это абсолютное зло. Некоторые люди говорят, что это исламские террористы, исламский терроризм. Ну, конечно, они, я думаю, не анализируют и хотят легко просто не думать и просто высказать. Вот если, например, не дай Аллах, конечно, врач совершит какое-то преступление, ну, имеется в виду грех, мы же не говорим врачебный терроризм. Если, например, ну, другой работник совершает, мы же не говорим вот какой-то терроризм. А когда они говорят, эти террористы «Аллаху Акбар», сразу тут же приписывают ислам. И каждый раз, кто выступает, первые слова бывают «Ислам не имеет отношения к терроризму». Вот это слово просто говорит мне неудобно. Зачем вот эти слова говорить? И те люди, и особенно журналисты, они сами могли бы вот анализировать и сказать, это просто террористы, они преступники. И вера, любая вера к этому не призывает. Муфти Дагестана в своем выступлении призвал каждого дагестанца не быть равнодушными к проблеме экстремизма, ваххабизма, а быть против этого и предпринимать действия, которые бы остановили это пагубное течение. Шея Ахмад Афанди также заявил, что в целях безопасности отделом фетт-муфтиата Дагестана готовится фетва о запрете никаба в Дагестане. То есть той формы одежды, которая полностью закрывает лицо человека. И речь не идет о хиджабе, а именно о запрете никаба в целях безопасности. Никаб, вот сегодня наши работники работают над этим, мы будем выносить фетт-муфтиата о запрете никаба. Сегодня вечером или завтра на днях никаба будет полностью по-нашему фетт-муфтиата, имеется в виду решение шариатской запреты. Почему так мы решили? Потому что в 2020 году, вот это когда вот ковид, вот эта пандемия распространилась, от меня, ну, мне говорили, чтобы людям я обратился, чтобы они не выходили. Ну, на каком основании я могу сказать, не выходить? Он скажет, какой твой долг, эта улица твой, что ли? А когда есть основания, когда врачи санэпидстанции, врачи сказали, что это опасно, это грозит для безопасности Дагестана, безопасности жителей Дагестана, поэтому потом мы вынесли решение о запрете выходить, и чтобы каждый остался дома, пока те же самые врачи нам не разрешили выходить. Здесь то же самое будет. А нехаб до тех пор, пока у нас будет полная, пока не будет полная тишина и спокойствие в регионе, я думаю, мы это потолок обратно не заберем. Хиджаб обязывать никто не может. Это выбор каждого человека, но запрещать категорически нельзя. Хиджаб отдельно, нехаб отдельно. На встрече также присутствовали руководители министерств и ведомств республики, участники СВО и СМИ все единодушны в том, что проблема терроризма и экстремизма в Дагестане общая, и бороться с ней нужно совместно. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Далут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Как поставлена информационная работа духовенства региона, реакция на негатив в социальных сетях и личная позиция советника Муфтия на события, происходящие в республике? Об этом мы не только говорили участники встречи с Сайной Гамзатовой в школе гражданской журналистики. Когда речь идет о традиционном исламе, о традиционных мусульманах, здесь опасность ни для кого он не может представлять. У нас прекрасный межконфессиональный мир, прекрасное межнациональное отношение. За столько лет это все сложилось, и везде, где традиционный ислам, это все складывается. И разрушение Сирии, разрушение Ирака, везде как раз идет от радикализма. Почти две тысячи мечетей, они под контролем Муфтияту. Только вот такая ситуация, она, наверное, и вынудила, наверное, соответствующие структуры тоже в этом плане отдать такой прерогативу Муфтияту, чтобы под контролем Муфтияту строились эти мечети, и мамы тоже были под контролем Муфтияту. То, что радикализм мы не допускаем и не допустим. Все, что угрожает безопасности человека, мы не допускаем. Было на встрече и много вопросов касаемо последних трагических событий в республике. Советник Муфтия дала исчерпывающие ответы по всем озвученным вопросам. Ну, как-то, я не знаю, мне казалось, что Муфтият, он больше какой-то прополитичный, а сейчас я понимаю, что все, что делает вся деятельность Муфтията, она больше направлена на создание мира в нашей республике. И о политике говорили, о истории, то есть очень грамотный человек, на которого, я думаю, стоит равняться. Я бы тоже хотела во многих темах разбираться. То есть человек явно не ограничился одной своей сферой. И психология тоже была затронута. То есть это вызывает большое уважение. Такая встреча продиктована тем, что события происходят непростые в республике. Но и вначале при проведении собеседования с ребятами спрашивали, с кем было бы интересно побеседовать. И был запрос на то, чтобы в школе рассказали, как работает информационка Муфтията. Потому что она достаточно развитая, имеет свою сеть и достаточно успешно работает. Шесть медалей высшей пробы завоевали дагестанские борцы на международном турнире памяти Али Альева. Соревнования с участием около 300 атлетов из 13 зарубежных стран проходили в эти выходные в Каспийске. Имена победителей узнают в материале Курбана Рагимова. Накал страстей и эмоций болельщиков. Упорная борьба идет до последней секунды встречи. Выступление Азнаура Таваева стало украшением Алиевского турнира. В финале в весе до 84 килограммов выходец из Бабаюртовского района взял верх над борцом из Алании Магомедом Кардановым. Перед этим Таваев одержал еще пять побед. Азнау! 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 Чувствовал, что есть хорошая поддержка и не получалось не выиграть здесь. Подвести не мог такую публику? Да, подвести не мог вообще такую публику, как у меня публики ни у кого не было тут. Схватка за схваткой я набирал обороты. Ну, я знал, что если я кому-то отдам бал, то что я смогу любого забрать обратно бал. Ну, был уверен в себе, да. Был очень спокоен. Не нервничал. Оборвался, в хорошей форме был. Участниками 54-го по счету Али-Алиевского турнира стали около 300 вольников. Борцовский форум собрал спортсменов из 13 стран. Для приезжих сборных соревнования стали проверкой сил перед Олимпийскими играми. А вот хозяева ковра, спортсмены из Дагестана, здесь проходят своего рода обкатку. Мемориал Али-Алиева каждый год открывает новые имена. Специалисты уверены, медаль, завоеванная здесь в острой конкуренции, станет для молодых борцов трамплином к более крупным победам. Конечно, здесь медаль молодому спортсмену, это какой-то шаг. И для меня, когда это было, когда я боролся, победить на Али-Алиевском турнире, выступить, очень было престижно. Конечно, это статус, это стимул для ребят и большой опыт. Как каждый спортсмен, многие знаменитые наши спортсмены, многие ребята проходили через этот Али-Алиевский турнир. А сегодняшняя молодежь, это завтрашние чемпионы, как раз таки об этом и они будут. Это же самое говорит о том, что мы здесь начинали, здесь какой-то получили стимул, здесь какой-то уверенность в себе, веру, что они могут идти к своей цели и достигать его. В первый день турнира «Золотые награды» завоевали еще трое воспитанников дагестанской школы борьбы. И каждый финал складывался для них непросто. Муса Мехтиханов в упорной схватке одолел чемпиона Европы, представляющего Сербию Азамата Тускаева. На первую ступень пьедестала также поднимались Жавраил Шапиев и Аслан Абакаров, но их медали высшей пробы пошли в зачет сборных Узбекистана и Азербайджана. Во второй день отличились наши Умар Умаров и Гаджмагмед Нажмудинов. Всего же в копилке вольников из Дагестана, включая легионеров, 24 медали разной пробы. Победители ждали денежные премии в 100 тысяч рублей, а также другие призы от спонсоров. Курбан Рагимов, Сурхай Алиев, Шамиль Абасов и Саид Магомирзаев, телеканал ННТ, Каспийск. Дагестанские боксеры Ислам и Иман Магомедовы выиграли первенство Европы в Боснии. На соревнованиях в городе Сараево наши спортсмены стали лучшими в категориях до 50 и 52 килограммов. Магомедовы по четыре раза выходили на ринг и во всех поединках одержали убедительные победы. Всего в турнире участвовали более 350 спортсменов из 28 стран. Боксеры сборной России показали лучший результат, завоевав в общей сложности 22 медали, из которых 16 золотые. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работал Катимат Ханапова. Смотрите нас также и в социальных сетях. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok